В недавнем видеозаписи я привела много примеров, вот как один человек из одного мира воспринимает людей из другого мира. Как они друг друга все воспринимают. Вот как третий мир смотрит на материальный мир. Как материальный мир смотрит на третий мир. Как материальный человек смотрит на духовных людей. Вот это же я привела вам. И это вот как раз по своей реакции должны понять, на что смотрите вы в своей жизни. И какими глазами вы в данный момент смотрите. Глазами третьего мира или глазами мира без ума, то есть глазами вашего внутреннего «я». И получается, когда еще я затронула тему, что участники эксперимента перехода с чистоты, примером, с третьего мира на безымянную, при контрасте испытали некий негатив, а это проявиться может даже от одного элемента фильма «Чистоты безымянной», как в третьем мире, допустим, фильм «Жизненный радостный», и как весь его образ жизни сам на этой чистоте. А в безымянном мире это драмы, все меланхолические и мрачные, от которых рыдаешь. То получается, люди, испытавшие этот негатив, полностью не переключились на чистоту, потому что на чистоте без ума, если смотреть тот же фильм «Эффект бабочки», который по заданию нам давал посмотреть в эксперименте Александра Короля, этот фильм такой томный. А человек, который из другого мира, из третьего мира, как пример, я уже сделала подробное же описание, как он будет воспринимать человека из мира безымянного, вот так, и получается, что участники при переходе у третьего мира не отключились и стали воспринимать этот фильм негативно. Поэтому для человека из третьего мира он показался этот фильм негативным. Ну и плюс еще ум, как бы в третьем мире есть там и ум, и сердце, конечно, ум включенным остался, вот такая реакция негативная возникает. Поэтому задумайтесь вот над этим, где я в видеозаписи сказала, как все друг друга видят, и один мир видят, и другой. Сохраните эту важную информацию, это прямо лайфхак от Александра Король, пропишите себе в блокнот, разберите ее себе. Вот еще что полезное, интересное, касающееся частот этих ритмов жизни человека. Хочу вот с вами затронуть сейчас. То есть человек вот находится из каких-то частот, материально, духовно, там, третий мир, люди встречаются так же разно на этих частотах. Да, это тоже нужно осознать. Если я сейчас буду вот на частоте третий мир, ко мне начнут притягиваться все люди частоты третьего мира. А если на частоте ума, то я начну обращать свое внимание совсем уже на других людей. И это настолько можно вот потом заметить с опытом и без контроля. Конечно, редко и по случаю, когда контроль этот надо включать, я это делаю. Это я про ум сейчас говорю. Что надо вот мне, допустим, подключиться к частоте ума, тогда я включаю этот ум. Когда надо отключить его, тогда подключаюсь на безымянный мир. А в свободное время вообще я просто живу. И вот, когда я просто живу, то прямо резко замечаю, хопа, одни люди как будто бы вот из моего окружения исчезли, и я вот как будто бы о них не могу вспомнить или даже вот подумать. А другие резко появились. А потом все опять наоборот. И люди даже сами вот эти замечают, те люди, которые вообще в теме развития, они понимают, что, допустим, мне вот нужно было там уединение, я была в безымянном мире. И это вот как будто бы вроде вот находишься в одном и том же городе, но по ощущениям как бы находишься в другом. Это может выглядеть вот так примерно, что вот начну со всеми разными незнакомыми людьми вести общение, а я появилась вот на какой-то частоте, материальной там, духовной, и вот я для них появилась, и они для меня тоже появились, и мы общаемся. А потом хоп, я резко исчезла, и как будто бы вот у них из головы вылетело, и я у них там тоже из головы вылетела, и уже совсем к другим людям попала, ну, когда перешла на другую частоту. И эти люди мне, о, вернулась! А потом для этих исчезла, и снова для других поезд. Понимаете? Это вот прямо вот так происходит. Спасибо за внимание!